всем привет с вами алексей 20 километров от харькова украина 3 сентября 2021 сейчас покажу кусты штамбы но в основном речь пойдет про кусты почему я рекомендую формировать куст в 3-4 ветки в разные стороны для чего-то сегодня эти веток больше у вас будет наклон большой вот здесь смотрите у ветки это старая ветка елит 18 у нее наклон ну близится к 45 градусов и теперь под урожаем сорт боровской смотрим шикарный урожай крупный орех в этом году получился все хорошо вот внизу простили на орешек вам покажу и уже этот орешек будет падать сюда и потом мы уберем агроволокно так и вот смотрите под этим урожаем ветви склонилась вот моя рука вот мой рост грубо говоря да то есть уже мешает скажем так и пройти и техники проехать тем более и по метражу давайте прикинем с вами сколько это занимает раз два три больше трех метров то есть если бы между ряди было даже 6 метров вы все равно будете топтаться по орешку так идем дальше сорт который идентифицирован как лозовской шаровидный тоже уже поспевает вот такой орех орех достаточно крупный наша украинская селекция очень урожайный ну тут принципе вы сами видите орешек как бы прячется но его очень много на самом деле очень вкусный орех тоже как и боровской реально очень вкусный так хорошо но здесь та же ситуация видите подпорочка стоит и все равно те же метра два с половиной три как минимум есть то есть получается это к вопросу о междурядях и к вопросу о штамбах в штамбовой формировке таких вопросов вообще не будет возникать штамп растет как деревцем вы его формируете и все будет хорошо все вместе с вами высаживалась какие-то прошлом году какие-то в этом году все все хорошо сережечки закладывают урожай принципе в первый же год насыпает орешек некрупные ну кое-как где крупные некоторые из них пересаживались и так далее так вот еще один сорт который я держу как опылитель он скажем так не идентифицирован почему я им особо не занимаюсь потому что у него более менее толстая скорлупа такая потолще чем обычно и как бы по вкусу он не самый вкусный орех но как опылитель у меня очень устраивает потому что он раньше всех пылит всегда раньше всех и у него сережка вообще никогда не подмерзает вот тоже ореха достаточно немало я же говорю что просто мне как орех он не зашел поэтому я не занимаюсь так сказать ну давайте здесь измеряем и все не буду задерживать и на этом будем заканчивать здесь смотрите здесь четко 45 градусов и вот посмотрите как под урожаем она как бы наклонилась да то есть вообще не очень хорошая ситуация а вот здесь я вывожу из него кустик может быть оставлю и ветки идут уже видите прямо достаточно прямо и их будет небольшое количество я оставлю штучки три-четыре они вверху разветвятся низы скорее всего уберу все листья веточки мешающие чтобы было очень удобно ухаживать собирать урожай и наверно такой куст это тоже как и штамп один из идеальных вариантов сейчас смотрим давайте счета месте раз два три то же самое чуть больше трех метров вот пожалуйста ответьте мне на вопрос есть люди которые оставляют 4 метра в междуряде вот вы можете представить что сейчас здесь вот вот здесь бы рост такой же куст и точно так же склонился но это да тут даже пройти невозможно вот на уровне глаз видите как под урожаем опускается даже для того чтобы пройти теперь надо уже под ним подныривать скажем так поэтому резюме либо штамп что для меня скажем так наверное самый идеальный вариант вот давайте посмотрим молодой штамп вот ветка такая же опустилась уже больного удалю в этом году вот штамп все все пошло вверх никаких проблем все освещено орех можно собирать как угодно не надо пригибаться все остальное техника если надо проедет все будет нам все вот такая ситуация а вот куст надо оставлять три-четыре ветки в разные стороны не надо делать больше вот это ведь и образовалась из где-то в районе восьми двенадцати ветвей вот так вот они понаклонялись все всем спасибо огромное кто смотрел всем огромный привет из харькова подписываемся с колокольчиком обязательно делимся внизу строчка поделиться делимся с друзьями обязательно этим видео пишем комментарии кому что-то непонятно всем огромный привет из харькова и всем пока